Если немножко взять, грузиться в историю натюрморта, то там очень интересно. Во-первых, в историю погружаешь и узнаешь такие факты, которых тебе в школе не преподавали. Ну и изучив данный предмет, данный вопрос, ты начинаешь понимать, почему когда ты в Эрмитаже стоишь напротив натюрмортов, голландских живописцев, у тебя глаза начинают выскакивать, ты не понимаешь, как это сделано. Ну и почему, когда ты заходишь, к примеру, в новую Третьяковку в Москве, где картины художников последнего столетия, ты просто проходишь мимо, как в марафон бежишь по музею, там глазу упасть вообще некуда. И поэтому мне натюрморты интересны только из одной техники трамплея. Классический голландский натюрморт живет параллельно с двумя терминами. Это трамплей, то есть эффект такого реализма, гиперреализма, эффект обмана даже, я бы сказал. Те предметы, которые в голландском натюрморте, они не то что реально выглядят, они выглядят нереально реально. То есть если взять эти все предметы и положить на стол, сфотографировать, у вас так не получится. У вас получится просто куча мусора. Существует такой термин «голландская живопись». Нет термина «голландское искусство». Есть голландская живопись. Итак, два термина. Это трамплей и ванитас. Ванитас – это латинское слово, то есть символизм. Все предметы, абсолютно все в голландском натюрморте, являются каким-то символом. Даже если вы видите букет цветов, то там каждый цветок – это какой-то символ. Не бывает в голландском натюрморте случайных предметов. К примеру, красная роза и белая красная – это совершенно разные два символа. Белая роза – это платоническая конкретно любовь. Поэтому, изучив вопрос, получив какие-то знания, какие-то техники, которые были изобретены голландскими живописами, можно отрабатывать на современных натюрмортах. Но все потому, что на натюрморте, как нигде, эффект трамплей, может быть, достигнут наиболее эффектно. Натюрморт, как жанр изобразительного искусства, появился совсем недавно. И конкретно в Голландии. В середине 17 века, в Голландии это был золотой век, когда Голландия была самой богатой страной в мире. Тогда в Голландии было столько бабла, что они экономически нагибали весь мир. Ну, не только экономически, они по всем вопросам нагибали весь мир. Понятно, что относительно всего исторического периода, когда существует изобразительное искусство, а это считается с наскальной живописи, 17 век – это вот прям вот недавно. Прям вот вчера. Ну, в общем, в целом, никто до 17 века на планете Земля никаких натюрмортов не писал. Этот жанр придумали конкретно голландцы. Конкретно в отдельно взятой стране. И это, согласитесь, очень интересно. Почему именно в 17 веке, почему именно в Голландии? И на это, оказывается, есть конкретный, четкий, ясный, вразумительный ответ. Это очень интересно, правда? В школе все проходили, и мы знаем, что Голландия – это северные города Нидерландов. И Голландия, которая входит в состав Нидерланд, находились под властью испанцев. Тогда на всей планете Земля рулили и всех нагибали испанцы. А Нидерланды были экономически хорошо развиты, и 40% казны Испании пополнялось за счет Нидерландов. То есть это, естественно, никому не нравилось. Естественно, когда у кого-то денег больше, и приходится кого-то кормить, это никому не нравится. Помните, недавно из Евросоюза отпочковалась Англия. Сначала Англия была в составе Евросоюза, потом они отделились, потому что нафиг надо достаточно хорошо экономически развитой Англии кормить какие-то там Прибалтику, еще там кого-то. Ну и вот там ситуация была примерно точно такая же, только помимо экономических проблем, там еще навалились и религиозные. Испания — это были католики, а Голландия, Нидерланды — это протестанты. Это совершенно разные религии. Поэтому там навалился вопрос религии и финансов. И в середине 16 века начался недетский замес. Нидерланды решили отпочковаться. Но только тогда просто так отпочковаться было невозможно, началась война. И началась война, которая длилась, внимание, 80 лет. В 80 лет шла война Нидерландов с Испанией. То есть 80 лет — это такой долгий период, что люди некоторые, они рождались и умирали во время войны. То есть они не видели... То есть были люди, которые не видели мирного неба над головой от слова совсем. Основная масса людей видела смерть практически каждый день. Уровень нравственности тех людей был, естественно, ниже, чем сейчас. И там были такие жестокие пытки, казни. Конечно, фантазия людей в области изобретения различных пыток во всех странах был в то время запредельным. Но до наших дней именно дошли такие фразы, как, допустим, испанский галстук, испанский сапог, испанский стул, испанский орел. И самое главное, что тогда не было ни кинокамер, ни смартфонов. Все это зверство, как и сегодня, люди любили фиксировать, но только с помощью картин. Если вы забьете в интернете и найдете, например, картинку испанский орел, то у вас волосы точно на руках начнут шевелиться. То есть прикиньте, что они делали. Они человеку на спине вдоль позвоночника разрезали кожу и ребра ломали в местах прикрепления их к позвоночнику. И выворачивали их через кожу в виде крыльев. Вы прикиньте, если бы в то время был телеграмм. Я это говорю потому, что в то время у людей отношение к жизни и смерти было совершенно иное, чем у нас сейчас. И, соответственно, написать череп, это было как в порядке вещей. Иметь на стене картину, где в центре человеческий череп, это был такой значимый символизм, чтобы человек постоянно думал о смерти. То есть ты смотришь на картину у себя дома, у тебя висит череп, и ты каждый день думаешь о смерти. И, соответственно, ты живешь совершенно не так, как живем мы сейчас. Там люди постоянно, ежедневно думали о смерти. Помни, что ты смертен. После войны, в середине 17 века, когда война закончилась, и Голландия была очень развитой страной экономически, она была самой богатой страной в мире. И, соответственно, средний класс имел деньги для того, чтобы украшать интерьеры своих домов различными картинами. В то время очень бурно развивалось искусство. Художников в Голландии было очень много. Если все голландские натюрморты посмотреть по фамилиям художников, то насчитывается около 1300 голландских художников, которые рисовали натюрморты. По оценкам экспертов, до наших дней дошло приблизительно 10% от всех холстов, которые были написаны в то время. У искусствоведов и людей, которые занимаются искусством, если они видят на картине череп голландских живописцев, они говорят, что это ванитос. То есть они этим словом обозначают именно вот эту стилистику голландских натюрмортов. Но на самом деле, кроме черепа, там находится еще куча всяких разных предметов. Как правило, один череп там на столе не лежит. Абсолютно каждый предмет является каким-то символом. Ну, например, часто мы там видим лимоны. Лимон – это обман и двуличие. Любое мясо, если на натюрморте есть, это богатая жизнь, невоздержанность, черевоугодие. То есть это отрицательный предмет на натюрморте. Пустрицы, естественно, всегда были афродизиаком. Якобы они там увеличивают потенцию. Но с давних времен это символ плоских утех, телесных удовольствий. Поэтому чаще такие натюрморты никто никогда не вешал на кухнях. Их вешали либо в спальных, либо в каких-нибудь публичных домах. Плоды тоже там символизировали что-то. Например, инжир. Инжир – это грехопадение. Если вы видели картины Адама и Евы, то древние картины, то там у них половые органы прикрыты листьями. У Адама, например, член прикрыт фиговым листом. А фиговый лист – это инжир. Поэтому искусствоведы оценивают инжир как грехопадение на натюрмортах. Ну и так далее. Бабочка, например, бессмертная душа. Маки – символ сна и забвения. Белые розы, я уже говорил, там, любовь платоническая. Многие недопонимают, когда видят какой-то красивый букет в голландском исполнении. Вам только кашляют красивый букет. Любые изображения предметов, в том числе цветов, имели тогда аллегорический смысл. И даже те, которые кажутся вполне невинными. Просто потом начали оценивать и поняли, что одни и те же цветы, которые изображены на натюрморте голландских живописов, они в данном регионе в одно и то же время не цвели. Итак, голландский натюрморт обычно, общим словом, называют ванитас. И все натюрморты имеют, как правило, общий подтекст. Суета – сует. Зачастую их значения пересекаются, а искусствоведы выделяют несколько тематических, так сказать, классов. Итак, первое – это хрупкость и эфемерность человеческого существования. Второе – это неумолимое течение времени. Там обычно изображают часы, весы и так далее. Третье – это тщетность власти и богатства. Следующая категория – мимолетность чувственных удовольствий. Обычно это увядающие цветы, гниющие фрукты, украшения, всякие вера, всякий там пафос, айфоны. Еще была такая тема, как тема познания значения науки и искусства. Там изображали географические карты, астралявию, музыкальные инструменты, ноты, ну и так далее, книги. В заключение сегодняшнего рассказа, коротко и быстро. Натюрморт изобрели голландские живописцы. В середине 17 века все предметы на холсте имеют какой-то символизм. Они написаны настолько высокотехнологично, что обычному зрителю вообще не понять, как это сделано. Хотя сегодня все техники голландской живописи, они ясны, понятны. Изначально делается пропись гризалю, то есть, как правило, это черно-белая пропись, для того, чтобы не потерять полутона. А потом сверху множественными элисировками, разными полупрозрачными красками, это очень тонко покрывается. Напечатать такие картины на современных принтерах, чтобы они были хотя бы примерно похожи на то, что висит в музеях, сегодня невозможно. Конечно же, сегодня существуют всякие там ойф-печати, которыми можно писать многослойно, но пока что мы подобной печати не видели. И нужно понимать, что голландская живопись со временем светлеет, потому что они писали на белых грунтах, соответственно, с годами слой масляной краски, он все становится тоньше, 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 таким образом сильнее и сильнее подсвечивается белый подмалевок. Поэтому сегодня, как бы мы не хотели увидеть то, что писали голландцы, мы это увидеть не можем. Живопись, хотя и смотрится в музеях очень круто, она далека от того, что выходила из-под кисти мастеров. Сегодня это только можно повторить. То есть взять, понимая технику, как это делалось, повторить и тогда увидеть вот эту живописность, такую живую, свежую. И украсить ею так же, как в середине 17 века, в золотые времена, собственный интерьер. Но если вы мою монотонную речь дослушали до конца, мы и книги будем продолжать.